Друзья, всем привет! С вами художник и педагог Федор Сачёв. Я вас приветствую на своём канале Прикосновения Хроноса. И сегодня хочу рассказать о том, как попробовать выйти из депрессии с помощью творчества. Это очень простой способ, и возможно он для кого-то пригодится, и кто-то выйдет наконец-то из этого дурацкого и тяжёлого состояния. Даже сейчас в ситуации самоизоляции, мне кажется, это может кому-то пригодиться. Для того, чтобы это сделать, вам понадобится просто блокнотик, который можно купить в любом сейчас киоске. Ну, вот многие сейчас киоски уже открылись, и можно приобрести такой просто в клеточку блокнотик. И начните, друзья, начните просто рисовать, как вы можете. Если вы даже не умеете, никогда не брали в руки карандаш, хотя я не верю в это, каждый в детстве что-то трогал наверняка, карандаш или мел, или фломастер, и, конечно же, портил стены или обои, поэтому я попробую вам объяснить просто, ненаглядно. Вы берёте просто блокнотик, как я повторил, вот такой простой в клеточку блокнотик, и начинаете зарисовывать каждый свой день. Начните это просто с чашки кофе. Вы садитесь, завариваете себе кофе и начинаете просто пить кофе. И когда вы начинаете пить кофе, вы смотрите, да, то есть у вас взгляд падает на стол, и вы смотрите на свои руки и на кофе. Смысл в этом я объясню какой. Здесь смысл не в кофе, смысл не в столе даже, да, а в том, что вы рисуете свою жизнь, вы рисуете каждый свой день, какой бы он у вас ни был, это будет первой вашей, как бы, цель вообще жизни и цели дня, проведения дня. То есть это будет некая даже организованность дня, которая будет каждый день потихонечку вам давать возможность выйти из состояния даже просто мысленного процесса, да, который вами обладевает, да, который нагнетает на вас плохие мысли и так далее. Это очень хороший способ попробовать выйти из этого состояния, хотя бы частично. И со временем у вас образуется целый цикл таких набросков. Это может быть даже очень примитивно нарисовано, да, но вы будете видеть с другой стороны жизнь. Здесь возможность увидеть жизнь с другой стороны, то есть с птичьего полета, да, как говорится, потому что когда вы смотрите сверху вниз или там снизу вверх, вы также можете просто сидеть на полу, не обязательно читать книжку, но вы можете взять книжку, да, и посмотреть на люстру и начать ее рисовать. То есть вот задача будет у вас постепенно изображать, как вы можете, как вы способны на это, да, и посмотрите, что из этого выйдет. Да, друзья, и важно отметить, что надо рисовать цветными карандашами, нужно рисовать фломастерами или, допустим, даже просто какими-то мелками. Берите яркие цвета, берите красный, берите зеленый. Как говорится, наглейте, наглейте в полном смысле этого слова, в творчестве, конечно, я имею в виду, да. Есть такое понятие в искусстве – взять нагло цвет. Вперед, удачи всем! Вы можете мне задавать вопросы, писать комментарии, я всегда отвечу и расскажу более, но также подробно, как с этим заданием справиться. До новых встреч, всем хорошего настроения, с вами был художник Федор Саачев и прикосновения Хронуса. Субтитры создавал DimaTorzok